Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Хвосты». Прилетела муха к человеку и говорит, «Ты хозяин над всеми зверями, ты всё можешь сделать, сделай мне хвост». «А зачем тебе хвост?» «А затем мне хвост, — говорит муха, — зачем он у всех зверей для красоты?» «Я таких зверей не знаю, у которых хвост для красоты, а ты и без хвоста хорошо живёшь». Рассердилась муха, и давай человеку надоедать. То на сладкое блюдо сядет, то на нос ему перелетит, То у одного ухо жужжит, то у другого надоело, сил нет. Человек ей говорит, «Ну ладно, лети ты, муха, в лес, на реку в поле. Если найдёшь там зверя, птицу или гада, У которого хвост для красоты только привешен, Можешь его хвост себе взять, я разрешаю». Обрадовалась муха и вылетела в окошко. Летит она над садом и видит, по листу слезняк ползёт. Подлетела муха к слезняку и кричит, «Отдай мне хвост, слезняк, он у тебя для красоты». «Что ты, что ты, говорит слезняк, у меня и хвоста-то нет. Это ведь брюхо моё, я его сжимаю да разжимаю, Только так и ползаю. Я брюхоног». Муха видит ошиблась и полетела дальше. Прилетела к речке, а в речке рыба и рак, Оба с хвостами. Муха к рыбе, «Отдай мне твой хвост, Он у тебя для красоты». «Совсем не для красоты», — отвечает рыба, «Хвост у меня руль. Видишь, надо мне направо повернуть, Я хвост вправо поворачиваю, Надо налево, я налево хвост кладу. Не могу я тебе свой хвост отдать». Муха к раку, «Отдай мне твой хвост, рак». «Не могу отдать», — отвечает рак, «Ножки у меня слабые, тонкие, Я ими грести не могу, А хвост у меня широкий и сильный. Я как шлёпну хвостом по воде, Так меня и подбросит. Шлёп, шлёп и плыву, Куда мне надо, Хвост у меня вместо весла». Полетела муха дальше, Прилетела в лес, Видит, на суку дятел сидит. Муха к нему, «Отдай мне твой хвост, дятел, А как же я деревья-то долбить буду? Еду себе искать, Гнёзда для детей устраивать». «А ты носом», — говорит муха. «Носом-то носом», — отвечает дятел, «Да ведь без хвоста не обойдёшься. Вот, гляди, как я долблю». Упёрся дятел крепким, Жёстким своим хвостом в кору, Размахнулся всем телом, Да как стукнет носом по суку, Только щепки полетели. Муха видит, верно, На хвост дятел садится, Когда долбит. Нельзя ему без хвоста, Хвост ему подпоркой служит. Полетела дальше. Видит козуля в кустах Со своими козлятами, И у козули хвостик маленький, Пушистый, беленький хвостик. Муха как зажужжит, «Отдай мне твой хвостик, козуля!» Козуля испугалась. «Что ты, что ты, — говорит, — «Если я отдам тебе свой хвостик, Так мои козлятки пропадут!» «Козляткам-то зачем твой хвостик?» Удивилась муха. «А как же, — говорит козуля, — «Вот погонится за нами волк!» Я в лес кинусь прятаться, И козлятки за мной. Только им меня не видно между деревьями, А я им белым хвостиком машу, Как платочком. «Сюда бегите, сюда!» Они видят, беленькое впереди мелькает, Бегут за мной. Так все и убежим от волка. Нечего делать, полетела муха дальше. Полетела дальше и увидела лисицу. «Эх, и хвост у лисицы! Пышный да рыжий, Красивый-красивый!» «Ну, — думает муха, — Уж этот-то хвост мой будет!» Подлетела к лисице и кричит. «Отдай хвост!» «Что ты, муха?» — отвечает лисица. «Да без хвоста я пропаду!» «Погонятся за мной собаки, Живо меня без хвостую поймают, А хвостом я их обману!» «Как же ты?» — спрашивает муха. «Обманешь их хвостом!» «А как станут меня собаки настигать?» «Я хвостом верть!» Хвост вправо, сама влево. Собаки увидят, Что хвост мой вправо метнулся И кинутся вправо. «Да, пока разберут, Что ошиблись, я уж далеко». Видит муха У всех зверей хвост для дела. Нет лишних хвостов Ни в лесу, ни в реке. Нечего делать, Полетела муха домой. Сама думает, Пристану к человеку, Буду ему надоедать, Пока он мне хвоста не сделает. Человек сидел у окошка, Смотрел на двор. Муха ему на нос села. Человек бац! Себя по носу, А муха уже на лоб пересела. Человек бац! По лбу, А муха уж опять на носу. «Отстань ты от меня, муха!» Взмолился человек. «Не отстану!» Жужжит муха. «Зачем?» Надо мной посмеялся. Свободных хвостов искать послал. «Я у всех зверей спрашивала, У всех зверей хвост для дела». Человек видит не отвязаться ему от мухи. «Вот какая надоедливая!» Подумал и говорит. «Муха, муха, А вот корова на дворе. Спроси-ка у нее, Зачем ей хвост?» «Ну ладно», Говорит муха, «Спрошу еще у коровы. А если и корова не отдаст мне хвоста, Живу тебя со свету». Вылетела муха в окошко, Села корове на спину И давай жужжать, Выспрашивать. «Корова, корова, Зачем тебе хвост?» «Корова, корова, Зачем тебе хвост?» Корова молчала, Молчала, А потом, как хлестнет себя Хвостом по спине И пришлепнула муху. Упала муха на землю, Да вон и ножки кверху, А человек и говорит из окошка, «Так тебе, муха, и надо, Не приставай к людям, Не приставай к зверям, Надоеда». Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, Ставь лайк, Пиши комментарии, Жми на колокольчик. До встречи в новых видео!